Та-ра-ра-та-та-та-ра Та-та-ра-та-ра Та-та-ра-та-ра-та-ра Та-та-ра-та-та-та-та Та-та-ра-та-та-та-та Всем привет! Вот уже я съел половину торта и я полон и время записать видос. Знаете, я не готовился, честно. Это так, видос моих мыслей, что я понял к своему 22-летию, так сказать. Я ответил буквально на все поздравления, поэтому спасибо. Мне исполняется 22 года, 26 февраля и это очень для меня много значит мой день рождения сегодня. И это очень будет круто, я думаю послушать вам. Знаете, я честно скажу, я уже торт не ел два года и буквально мой друг купил торт, он сахарозаменитель типа диетический, потому что я типа сладкое не ем. Один раз можно в праздник немножко побаловать свой организм в свое тело. Знаете, я помню себя в 16 лет, когда я впервые взял камеру в руки и снимал розыгрыши в Смоленске и теперь понимаю, как быстро летит, неумолимо течет время и порой, знаете, самое ценное это не деньги, не тачки, а именно время. Время ты его не купишь и от каждого нашего дня зависит как ты будешь жить дальше, что ты будешь утром делать, как начинается твой утро, как начинается твой день, как проходит твой день. В целом это очень важно вот это, чем старше мы становимся, тем не хотим праздновать что ли. Такие день рождения прекрасный праздник, это важный праздник в жизни каждого человека. Вы, вы неповторимы, вы тот самый отличающийся от других, вы индивид, в этот день вы должны посвятить, посвятить себе время и сказать спасибо большое, что вот я появился такой замечательный на свет, спасибо, что и порой индивидуальность, она не приветствуется и когда ты выделяешься от других, это критикуется. Я помню в 16 лет я взял камеру в руки, я помню как надо мной в школе все смеялись, что у меня ничего не получится. Я помню критику своих одноклассников, когда они ржали надо мной, говорили, Кирилл, что за фигней ты занимаешься, у тебя ничего не получится, какие пранки, какие блогинги. И теперь я понимаю, что мы проделывали этот огромный путь, чтобы стремительно идти дальше с командой, с друзьями, которые со мной от начала моего пути, которым я очень благодарен, которые все меня поздравили от души, которых я просто люблю, всем сердцем, которые столько всего в жизни для меня сделали и я это очень ценю, я очень благодарен. Мне звонила мама, бабушка сегодня, я прям очень рад, мои друзья звонили, не буду пока имена говорить уже в такое время. Я помню, что каждый день я вставал утром, выходил на улицу и снимал и снимал, короче, приколы всякие и я безумно мечтал о том, чтобы развиться в медиа среде, я говорил себе, каждый раз я вставал с мыслью и говорил, я стану видеоблогером, обо мне будут говорить, со мной будут фотографироваться, я просто я мечтал об этом, я этого очень хотел, я хотел не зависеть ни от кого, я хотел чтобы я мог позволить себе такую жизнь, чтобы мне не нужно было идти на нелюбимую работу, вставать рано, чтобы я мог делать то, что мне нравится, а кайфовал я буквально от съемок, это была моя страсть и самое главное в жизни самое главное в жизни, это уметь тщательно планировать свой день, уметь выбирать людей, находить таких людей, как ты, которые будут, вы будете друг другу помогать, вы будете вместе идти к какой-то общей цели вы будете, понимаете, такие люди, которые которые целеустремленные люди, у которых горят глаза которые, значит, ты посмотришь и скажешь блин, у тебя горят глаза, чувак давай вместе двигаться вперед, а токсичные люди, которые большинство людей в нашей жизни, они просто отравляют жизнь и нужно таких избегать, я постоянно сталкивался с такими токсичными людьми, я понял вот по достижении 22 лет, что дело было не во мне, дело было в тех людях, которые не знают, чего от жизни хотят, они будут тебя критиковать, они будут тебя осуждать, они будут говорить, что у тебя ничего в жизни не получится, они будут говорить, что ты никто и так далее, хотя они сами просто не знают чего хотят от жизни и я настолько счастлив, я настолько счастлив, что вокруг меня столько людей потрясающих, что меня окружают такие прекрасные, классные друзья, которые со мной с самого начала моего пути и буквально без них ничего бы не получилось Я благодарен своей маме, благодарен своей бабушке, отцу, благодарен всем друзьям, которые со мной. Это самое классное, это классно, что вокруг тебя есть люди, постоянно тебе помогут в любой момент, которые с тобой будут переживать горе. Ведь дружба, она в чем познается? Она познается в разных приключениях, познается в помощи, в беде, в страданиях. А всякие вот эти вот, знаете, отношения... Я очень много раз расставался, я помню, придавал большое значение девушкам, которые у меня бросали, хотя я понял, что это буквально какая-то мелочь, потому что девушек дофига, а друзей, которые реально настоящие, с которыми ты пойдешь до конца, их единицы, их практически нет. Последний момент, знаете, я так по-настоящему начал ценить жизнь, я начал быть благодарен буквально каждому человеку за все, потому что я не знаю, что произойдет там со мной, там завтра, послезавтра. Это, знаете, это такое чувство, когда ты можешь просто по утрам улыбаться и говорить, блядь, я проснулся, это охуенно, я могу принять, не знаю, там, холодный душ и так далее, я могу там съесть сладкий торт, и это прямо очень классно. Когда ты развиваешься, когда ты идешь вперед, люди всегда будут тебя критиковать, найдутся те, даже если ты будешь, не знаю, там, заниматься спортом, ты будешь качком, тебе будут говорить, что ты на стероидах, у тебя не стоит, ты будешь помогать даже бабушкам на улице гречку им раздавать, тебе скажут, чувак, ты это делаешь на камеру, ты делаешь это неискренне, ты делаешь это показушно, в любом случае невозможно понравиться всем людям. Найдутся те, которые будут тебя осуждать, критиковать, и я понял, что надо идти просто с гордо поднятой головой, идти дальше к своей цели и вообще забить, забить. Ты же живешь, для чего мы живем? Ты живешь для себя. А многие люди, они не знают, они спрашивают, Кирилл, почему ты такой смелый, почему ты уверенный, почему ты улыбаешься, я хочу быть таким, как ты? Просто потому, что я живу с удовольствием, я живу так, как я хочу, я общаюсь с теми, с кем я хочу, я не позволяю диктовать кому-то условия, как мне жить и так далее. По барабану, что тебя посмотрят, по барабану, что тебе скажут, и это офигенно, это очень классно, и так стоит жить. Я помню, я завидовал когда-то, было время, когда я постоянно завидовал, и, ну, успешным людям, да, а сейчас у меня такого нет, я понимаю, что я просто должен учиться у них, я должен учиться успешных людей, я должен смотреть, я должен следовать за ними, чтобы становиться таким же, ведь зависть она отравляет, гнев отравляет. Когда многие люди сидят в комментариях, пишут какую-то грязь про тебя, ты занимаешься своими делами, ты занимаешься своей жизнью, а они сидят целыми сутками и тебя критикуют, и это просто путь, конечно, в никуда. И, знаю, я понимаю, что 22 года кто-то скажет, блин, мне 20 лет, я уже старый, это бред какой-то, нет, нет, конечно, конечной точки, когда ты будешь старый. 20 лет это такой возраст, когда у тебя должно быть полно энергии, да, я знаю, что у многих этого нет, потому что, ну, такое время, полно стрессов и так далее, но 20 лет это время, когда ты можешь полностью реализовать свой потенциал, ты можешь оставить какой-то след, ты можешь оставить какой-то, не знаю, книгу, написать видео, но суть в том, что за тебя это никто не сделает, и тебе придется принимать какие-то решения, принимать какие-то шажки, чтобы это сделать. И почему я начал вот эти развлекательный контент снимать? Это круто, это круто, что ты можешь спокойно подойти, заговорить, для кого-то это табу, можешь спокойно поприкалываться и так далее, ты можешь улыбаться и веселиться, ты можешь ржать просто, ты можешь ржать, ты живешь, и это очень классно. И да, люди хмурые попадаются, но это их проблема. Очень благодарен всем своим подписчикам, которые вот до сих пор, есть люди, которые смотрят меня с того времени, когда я еще в Смоленске снимал, когда я еще, блин, ходил бестатуированный, с засечкой, короче, на брови, когда у меня не было ни татушек, ничего, ни кардиограмм, ни пирсингов, когда, короче, такой малой 17-летний, короче, чувак, короче, прикалывался, вот. И я просто жил с мыслью о том, что мы станем медийными, мы будем стремиться вперед, и о нас будут знать, нас будут встречать на улице и фоткаться. Я уверен, что многие из вас такие думают, как бы начать, как бы взять камеру. У меня же нет аппаратуры, просто возьми, снимай на телефон, возьми у друга камеру и так далее, просто начни, просто начни снимать. Пока ты откладываешь, пока ты откладываешь, ты прокрастинируешь, вот. Такими темпами ты просто откладываешь то, что хотел бы сделать. Я, знаете, за все вот это время, 5 лет блогинга, я много раз был, короче, в полиции. Я помню, не знаю, выживал, короче, я спал в подъезде. Я помню, я в Москве, в Москву поехал, когда мне было 17 лет, с мыслью о том, что вот я стану видеоблогером, я покорю Москву. Я жил, короче, в заброшках, в подъезде спал, накрывался какой-то курткой, короче, постоянно снимал. Я очень много ездил, меня избивали постоянно за съемки. Я помню, что ли я там в крови, короче. И я так понял, что преодолевая все вот эти вот трудности, идя вперед, эти трудности, они сделаны для того, чтобы ты, короче, чтобы из этих трудностей ты мотивировал себя больше, чтобы ты понимал, что вот я там обосрался, да, ну я пойду дальше, я буду дальше снимать. Мне удалили канал, мне сколько раз? Три канала удаляли просто. Просто TikTok еще заблокировали с миллионной аудиторией. Такое бывает невозможно, чтобы была постоянно белая полоса в жизни. Эта дорога, она не для всех. Мне кажется, знаешь, когда вы занимаетесь блогингом, у вас должно, вы должны жить этим, у вас должны гореть глаза, вы должны просто быть помешанными, как какой-то сумасшедший психопат. Просыпаетесь постоянно. Я просыпался постоянно с идеями, я просыпался с тем, что это сделать, может это сделать, и я не мог спать ночами, потому что у меня просто идеи вертелись в голове. А для многих, типа, кажется, что это так легко, что просто заснял, отмонтировал. Нет, на самом деле это очень сложно, это сравнимо с работой. Чисто, знаете, это такой путь, он не для всех, это прям тернистая очень дорога, которая, если вы решились идти с такой ношей, то вы должны идти до конца. Справедливости не существует, у него там много подписчиков, а у меня там мало, хотя достоин большего, забей на это. Для каждого успех придет в определенное время. Жизнь, она сама по себе, она очень строгая, она это суровое место, которое полно испытаний. Люди порой бывают очень жестокие. Вот самое важное, что я понял, аккуратно нужно выбирать людей, нужно тщательно понимать, кому стоит доверять, а кому нет. Потому что, вот мы поехали в Москву с Лешей, и нас обманули, нас просто кинули, хотя мы этому человеку доверяли. И нам пришлось, просто выкинули нас на улицу, и нам пришлось сейчас сменить место, сменить квартиру. И таких случаев у других людей очень много. Порой обманывают люди те, от которых ты не ожидаешь. Порой обманывают, не знаю, там твоя девушка, в которую ты можешь влюбиться. Вот я сижу перед вами, парень с татуировкой на лице, где написано Кисонг, мое корейское имя, с татуировкой на шее, где написано кардиограмма. Такой классный день, я не знаю, я поистине, я поистине, прям очень рад. Буквально, каждому теплому слову, которое вы пишете, и спасибо вам большое, что вы со мной. Чувак, который просто загорелся желанием завести канал, и вот я сижу перед вами и рассказываю вам свои истории. С вами был Кирилл Шучер. Увидимся в новых роликах. До скорых встреч. До свидания. Поздравляю, желаю самого наилучшего, желаю, чтобы все твои задумки осуществились, крепкого здоровья. И сегодня я буду выполнять пранк, доколубиться до прохожих. Парень, ты вообще качаешься? Алоха, парни, и сегодня я буду спрашивать у незнакомцев дорогу и игнорируйте их. Горит. Не исполнится. А нет. Все. Это охуенно. Спасибо тебе, братишка. Бля, это самое крутое. Я так счастлив вообще, что у меня есть такой друг.